Также вот они в отеле у нас два халата и две пары тапочек. Одни уже на мне. И несмотря на то, что они одноразовые, здесь вот такой приятный чехол, в котором они были завернуты. Я как бы в своем халате шелкала. Вот, но тапочки очень приятные. Вот, не такие легкие, как обычно было одноразовые. В общем, тапочкам плюсик. Окей, алкогольный? Нет. Ну, их вообще не пьет. Так задумались? Нет, я просто прослушал. Хорошо. Хорошо. Никто не прав? Нет, нет, мы не пьем. Хорошо. Прекрасно. Мы не пьющие. Отлично. Ну и, соответственно, значит, у нас проблем никаких не возникнет. Конечно же, помимо сухого закона, есть еще много других интересных правил. Например, вот на дорожном движении, если смотреть, в Дубае ограничения на таких главных автострадах, автомобильных дорогах, я не придумываю вообще. Но, понятное дело, каждый хочет победить, потому что призовые фонды в эти конкурсы красоты начинаются от 100 тысяч до... ...каждый хочет получить такую верблюдскую сумму просто за то, что хочет делать у верблюдов. Ну, в принципе, многие пытались. И, наверное, всех их разоблачили. Да, есть специальная типа допинг-комиссия, которая управляет перед выступлением верблюдов, там, наличие каких-то допингов необычных. Вот, поэтому тут все с этим строго. И серьезно. Видимо, куда на лето шесть отвозят своих верблюдов. Не езжу. Ага. Ферма, да, может быть? Может быть. Animal Feeds, то есть... ...фит, то есть это для тренировки, для животных получается? Fit Sale. Fit Sale? Да, Sales. Продажа абонементов. Фитнес для животных? Как написано. Fit Sales Center. Ага. Fit как F-I-T? F-I-T. F-I-T. Fit. Fit. А, Fit. Fit. А, нет, это не Fit. Я поняла, это Fit. Вот в таких местах обычно часто можно встретить верблюдов в той дороге. Они специально находятся за заборчиком. Вот слева, справа, можно увидеть, стоят такие сетчатые заборы. Они, конечно же, не электризованные, потому что к ним подходит всякая живность. Особенно верблюды их обожают. Чешно. Пока в них. Ну и специально они созданы для того, чтобы животные не вышли на дорогу. Бывает, конечно, их проламывают, ведь заборы опять-таки сами верблюды, но это достаточно редко. И потом он быстренько чинит. Здесь же также можно увидеть не только верблюдов, но и козлов горных. Коз, в том числе, дом из необычной живности. Ранее здесь водился аравийский леопард. Сейчас, к сожалению, уже он считается вымершим. Его нельзя. Хотя один вроде как находится еще на территории заповедника в Арабских Эмиратах. Но это не точная информация. Видимо, уже окончательно вымерли. Из каких-то прям опасных животных здесь, в принципе, ничего такого не водится. Ну, бывают, что там змеи какие-то далеко-далеко в пустыне можно встретиться. Но близко, естественно, к дорогам, местам таким они никогда не подходят. В принципе, все животные здесь, которых мы увидимся. Ну вот, ребят, мы на заправке. И вот тут вот в округе такая пустыня. Видите, какая красота там. Здесь не атмосферно, конечно. И привычки можно очень долго разглядывать. Вот, ой. Закрыло. И вот так вот просто по всему периметру. То есть ты в таком экране в оазисе находишься. Ребят, сейчас очень забавно было. Здесь вот. Да, я снимаю. Я прочитала. Air and water. И я подумала, боже мой, как заботливо. Кому не хватает воздуха, а его не хватает обычно на улице. Я подумала, можно подойти подышать и попить воды. Вот. А ты представляешь, ну что как бы накачать колеса и помыть, да? Ну, лобовок. Да, да. Там маленькая вода. Да. Потрясающе. А я только хотела сказать, что посмотрите, как все для людей. Вот. Не, ну это удобно, но это для машин, оказывается. Потому что мы на заправке. Вот. Вот. Так я знаю. Я знаю. Но тут я думала, это типа, ну подышать. Потому что воздуха уже не хватает. Думаю, ну вот логично. Вот это подышать воздуха. Понимаешь? Мы же говорим, нам воздуха не хватает. Да. Разводчик. Разводчик. Выполный мороз. Теперь. Рубляная Тот случай, Эльбрусик, когда ты умеешь говорить глазами. Вот почему я люблю эти поездки, где нет распроязычных. Вчера, да? Да, да, вчера кайф был. Я прям почувствовала себя за границей хотя бы. Хабибей, хабибей. Да, напускаем, теперь все. Все, закругляемся. Занавес. Ну и оттуда, обратно, на этих же самых нефтяных танкерах поначалу перевозили японские автомобили. И из-за этого очень многие автомобили еще старого-старого времени, типа Lexus старых, они могут быть еще здесь на правом руле. Но сейчас по закону уже практически медицинских услуг будет государственных. Но оно того стоит, если серьезный вопрос здоровья. Здесь всегда в госклиниках есть все необходимое. Для каких-то операций, каких-то очень тонких нюансов и так далее. Поэтому чаще всего для получения качественных услуг обращаются в госучреждения. В частных клиниках есть, конечно же, то же самое, может быть оборудование, те же самые могут быть врачи, но не во всех. Потому что бизнес здесь, в этой стране. Прошенные эти автомобили. Вообще, в какой-то определенный период, если за этот период вы владелец не забрал машину, она уже, ну, как бы, снимается с счета и продается потом на аукционах. Эти автомобили, которые не забрали, продаются на аукционах. Есть тут пример из аукцион, на котором вообще все выбрасывают автомобиль, потому что штрафы большие. Не проще купить новую машину, чем выплатить за нее штраф, либо же оплатить штраф стоянку. Ну, к примеру, минимальный штраф за превышение скорости 20 км в час. А, не просто. Представьте себе, какой штраф здесь будет за пьяное вождение. Сложно представить. Вот поэтому и бросают машину. Так вот, вернемся к образованию. Местные получают здесь образование, потом идут работать на государственных должностях, на высших госдолжностях, их на муниципалитетах и так далее. И по истечении 25 лет стажа трудового могут выйти на пенсию. Пенсии приятные. Те же самые 25 тысяч вверхам. И мужчины и женщины получают здесь на пенсии стабильно. Раз в месяц им капает такая кругленькая сумма за счет. По всем остальным номераторам. Ну и огромное количество приезжих экспатов тоже в Абудабе, естественно, живут. Потому что это столица страны. В период этого голода, конечно, как я сказал, очень много, точнее, очень сильно сократилось количество местных жителей и сутанатов Аман. Поэтому можем пока паспорта доставать. А можно смотреть? Погазать, пацаны на ровную. Спасибо большое. Ну все, вот и граница. Граница тоже здесь есть? Нет, нет? Вельпососновка Цуническая. Граница. А здесь кто? А здесь кто? В общем, скоро граница с Аманом. Очень красиво, очень красиво. Вот, ребята, уже КПП. И вот здесь вот будет граница с Аманом. Паспорта штампа у нас не будет. Но сами для себя будьте знать, что за свой отпуск две страны посетили. А может быть, кто-то и больше. Но сейчас мы с вами пересекли границу с Объединенными Арабскими Эмиратами. В Султанате Аман в данный момент находимся. Что у нас сегодня будет по программе? Самое важное. У нас будет с вами две остановки. На первой остановке мы с вами купаемся, занимаемся снорждингом. На корабле будут маски, трубки. Можно будет поплавать, посмотреть на рыбок. Это бесплатно. Также на корабле будут каяки. Ну что, ребята, нас привезли уже в Судан. Ой, в Судан. Я говорю, у нас Судан привезет. Аман. Вот, везде. Вот здесь вот все по флагам видно. Мы на корабле. На палубе. На самой верхней вот здесь вот этот брусик. Везде вот сейчас мы с этого порта будем выходить. Вот уже начали отходить. И очень, конечно, как я говорю, всегда атмосферно. Ну, пока я не пробовала. На всякий случай, может быть, да, одну взять. В сахар, но без сахара там попробуйте. Знаете, как? Окей? Нет. Если что, обращайтесь. Да, красота. Время заплыли. Припекает, конечно, здесь здорово, ребята. Даже в тенечке. Даже в тенечке. Смотрите, какие скалы. Ну, вон туда вот горы простираются прямо в облака. Ну, вот Эльбрусик запустился плавать. Далеко уплыло от корабля. Он только что ловил крабов. Пока без заспешка. Но шансы максимально используем. Смотрите, как красиво. Ну, там вот. А я вот здесь вот на второй калубе. Сейчас опять, наверное, пришвартуется. Будет опять их ловить, пока не порежется. Потом скажет, что это я что-нибудь не так сделала. Ух, я не знаю. Ух, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На салат сегодня сказали, что нет у них просто помидоров и огурцов Вот, я выбрала Карпаччо, по-моему, да? Карпаччо Карпаччо Честно говоря, судя по тому, что я путаю название, я не знаю, что такое Карпаччо Да, теперь я знаю, оказалось, что это свекла тонкая резная, кусочки сыра, ну, то, что это with cheese, я прочитала В общем, сыр такой похож, как будто с песеней, да? Хороший сыр Да, как бри Вот, кусочки ананаса, что ли Вот, и там внутри... Да, на мандарин очень похоже А вот это похоже на мандарин И внутри, смотрите, там зелень Если раскопать, будет не так красиво Но видно, что там много зелени А зелень я люблю Я ее, честно говоря, на завтрак в три раза больше кладу Вот В общем, уже второй раз просим вместо десерта принести салат Ну, то есть, дополнительное блюдо, которое такое экстра уже идет То есть, не входит в набор Я прошу еще салат Ну, супчик чуть-чуть я больше оценила острый, рыбный Потому что там были морепродукты, не рыбные, а морепродукты, сейфуд А здесь как бы лук и хлебушек Хлебушек был неплохой, но куда мне столько хлебушка Вот, поэтому я его отдала для брусу Ну, как-то так Сейчас буду пробовать И вот второй день подряд Судень унижалась и зала Fish and Frips И Fish and Chips Ну, все, видишь Я сказала, фрипс? Да Ну, типа Fish and Frips и картошка фри И там все, фрипс Да, Fish and Crips, конечно Вот Не удержалась Да, у из бруса шикарный выбор Ложечки Вот Я чувствую, что это будет, это будет моё следующее блюдо Вот такая баранина потрясающая Прямо я вижу визуально С кускусом, по-моему, да? Угу Окей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!